Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте поздравим наших уважаемых коллег и самое лучшее пожелание. Ставлю на голосование за основу проект повестки. Включите режим. Продолжение следует... Продолжение следует... Уважаемые коллеги, сегодня Государственная Дума будет рассматривать два взаимосвязанные событиями 20-летней давности вопроса. Сначала проект обращения парламента к президенту в связи с 20-летием событий 1993 года, незавершенностью расследования всех обстоятельств государственного переворота, необходимостью политической и правовой реабилитации граждан, невинно пострадавших в результате указанных событий и защищавших Конституцию РСФСР 1978 года. Кстати, до сих пор должным образом никем не отмененную. Кстати, напомню еще и что Государственная Дума денонсировала и Беловежские соглашения, отменившие Конституцию СССР. Так что, хотим мы или не хотим, все правовые дискуссии у нас в стране еще впереди. Мы считаем, что социальная забота государства о семьях погибших и раненых россиян, защищавших основной закон страны, является нравственным долгом всех ветвей власти и прежде всего депутатом российского парламента, как бы он сейчас ни назывался. Второй вопрос, который связан с событиями 20-летней давности, это принятие поправок в действующую де-факто 20 лет Конституцию. Да, она была продавлена по известному принципу, при виде исправной амуниции, как презренны все Конституции. Кстати, хотелось бы напомнить, что происходило в Москве в эти же ноябрьские дни 20 лет назад. Собственно, в эти дни и был опубликован проект, как говорили тогда, Танковой Ельцинской Конституции для принародного обсуждения. До юра существовавшая Конституция РСФСР уже де-факто игнорировалась президентом-автократором и во все применялось указное право. Тем более, что после расстрела самодемократичного избранного парламента Верховного Совета была приостановлена и деятельность Конституционного суда. Он был обезглавлен. В эти же дни был опубликован указ, который менял ключевую норму 50% явки при выборах в любых голосованиях. Тогда вводились 25%. Напоминание об этой правде и уроках истории необходимо, так как спустя 20 лет в Государственной Думе происходит циничное переписывание истории. Достаточно сходить на второй этаж и посмотреть в главном здании эту выставку об истории парламентаризма, на которого нагло вычеркнуто более 70 лет советской истории советских парламентских учреждений. Наверное, устроители выставки сожгли свои дипломы советские, наверное, сдали советские квартиры и вернули их государству, раз они так стесняются советского периода парламентаризма. У меня просьба к спикеру Нарышкину и как председателю парламента, и как руководителю исторического общества выяснить, кто давал политическую установку, вычеркнуть историю российских парламентских учреждений весь советский период и примерно наказать этих фальсификаторов. В целом, оценивая все обсуждаемые сегодня поправки в Конституцию, нужно сказать так. Это очередная попытка расширить власть президента в сфере суда и прокуратуры. В случае принятия президентского законопроекта в неизменном виде, можно считать длительную историю прокуратуры завершенной, как и ранее, Российской Академии наук. Новая прокуратура станет полностью президентским подразделением. Конечно же, в этом варианте название главы седьмой Конституции следовало бы вообще убрать судебные власти прокуратура, то есть исключить слово прокуратура за ненадобностью. Нужно понять, в чем корень зла и причина всех наших проблем с демократическим устройством и с функционированием правового государства. Главный изъян – 80-я статья Конституции. Это основа для оправдания ручного управления страной, отсутствия реальных демократических, а не декоративных институтов. Она позволила по подсчетам юристам уже в течение трём президентам в течение 20 лет присвоить себе более 500 полномочий. И вот сегодня мы будем передавать, по сути дела, 501-е полномочия президенту Российской Федерации. Это полномочий больше, как определял Геннадий Андреевич, по Конституции имеет президент, чем египетский фараон, император всероссийский или советский генсек. Напомню, что оказывается, нашим составителям Конституции показалось мало, что президент – гарант территориального устройства, гарант прав и свобод, чего нет нигде ни в одной демократической стране. И, наконец, он определяет основные направления внутренней и внешней политики и обеспечивает функционирование всех органов государственной власти. То есть, по смыслу статьи 80-й президент стоит над принципом разделения властей. И мы говорим о правом государстве в этом отношении. Нам говорят, что всё делалось по примеру Конституции генерала Деголя, но и у него нет такого объёма полномочий. Когда-то такую власть называли самодержавной. Сегодня у политологов имеются более приличные определения современные, авторитарные. Для ещё большего уничтожения власти в законодательной придуман термин федерального собрания, который за 20 лет, как высший представитель орган, не имеет ни юридического адреса, ни аппарата, ни своего председателя. Своеобразный фантом. В заключении хочу сказать, что ключевое требование – это изменение и ремонт 80-й статьи. Без этого мы не сможем называться цивилизованным демократическим государством 21-го века. Спасибо. Спасибо. Юрий Петрович Синельчиков. Уважаемые депутаты, говоря о необходимости расследования событий с сентября-октября 1993-го года, обращаю внимание на четыре правовых аспекта, которые следовало бы учесть при решении этого вопроса. Первое. На сегодняшний день остаётся неисполненным постановление Госдумы от 28 февраля 1994-го года об объявлении амнистии. Как известно, решение о прекращении этого дела было принято сразу же после публикации постановления. В ходе расследования многие обстоятельства тех событий не выяснены, а виновные и невиновные лица не определены, не отделены, что называется, друг от друга. Напоминаю, упомянутый акт об амнистии может быть применён не огулом, как это фактически было в 1994-м году, а лишь в отношении лиц, вина которых в совершении преступления доказана. Если же вина лица не установлена, то дело подлежит прекращению в связи с отсутствием состава преступления. Правильное определение оснований освобождения от уголовной ответственности имеет важное значение, так как при прекращении дела за отсутствием состава преступления лицо имеет право на полную реабилитацию, а при прекращении по амнистии у него такого права нет. Второе. Некоторые юристы, в том числе юристы нашего правового управления, полагают, что расследовать обстоятельства дела нельзя, так как нет поводов и оснований для возбуждения уголовного дела. Между тем, никакого основания для возбуждения дела в данном случае не требуется. Необходимо генеральному прокурору России, либо председателю Следственного комитета, лишь отменить решение о прекращении уголовного дела, соответствующее обращение в их адрес, как мы полагаем, должно подследовать от президента России. Третье. Должна быть осуществлена реабилитация невиновных. Подозреваемым и обвиняемым уголовным преследованием, в отношении которых прекращено за отсутствие в их действиях состава преступления, государство должно возместить имущественный и моральный вред в соответствии с правилами, которые установлены в главе 18 Уголовно-процессуального кодекса. Вред должен быть возмещен также тем лицам, либо их родственникам, кто пострадал от неправомерных действий участников событий, с одной, либо с другой стороны. В случае установления конкретного лица, причинившего такой вред жизни или здоровью, иск предъявляется к этому обвиняемому. А в случае, когда эти лица не будут установлены, возмещение вреда, как мы полагаем, должно взять на себя государство, точно так же, как оно возмещает вред тем, кто пострадал от террористических актов, стихийных бедствий, крупных аварий и катастроф. И четвертое. Полагаем, что при даче правовой оценки тех событий должно учитываться заключение Конституционного суда от 21 сентября 1993 года, в котором упомянутый указ президента признан несоответствующим Конституциям. Эти действия президента по заключению Конституционного суда служили основанием для его отстранения должности. Совершенно очевидно, что лица, именуемые в этих событиях защитниками Белого дома, противодействуя исполнению указа президента, пытались выполнить акт Конституционного суда. С учетом этих обстоятельств, деяния защитников Белого дома, в том числе и их насильственные действия, не могут квалифицироваться как преступления, так как в силу статьи 39 Уголовного кодекса являлись действиями в состоянии крайней необходимости. Поэтому эти лица подлежат освобождению от уголовной ответственности не по амнистии, а в связи с отсутствием в их действиях состава преступления. Исключением являются возможные эксцессы, когда деяния выходили за рамки крайней необходимости. В этом случае действия противников президента должны квалифицироваться как преступления, а уголовные дела на них прекращаться ввиду акта об амнистии, и никакие меры реабилитации к ним применяться не должны. Бесспорно, что все эти решения когда-то будут приняты. Современное российское государство покаялось в гибели царя Николая II, в репрессиях 27-35-53 года прошлого века, в гибели польских офицеров под Катыню при отсутствии к тому достаточных оснований объявить невиновными тех, кто в 93-м году защищал Белый дом, является акцией естественной и необходимой. Спасибо. Спасибо. Владимир Вольфович Жириновский. Владимир Вольфович Жириновский. В конце октября на одном из каналов была передача, которая вызвала большой резонанс. Я не буду говорить о том, что большинство поддержало меня, но при обсуждении деликатных вопросов, а национальный вопрос самый деликатный, здесь, как и в гражданской войне, не может быть победителей и побежденных. Поэтому нельзя вводить в формат жаркой дискуссии вопрос, который касается миллионов людей. Нам неприятно будет слышать, если где-то будут говорить русские бандиты, православные экстремисты, еще и еще, и везде будет добавляться национальность. Поэтому, может быть, не использовать такой формат. У нас в четверг, буквально через два дня, в конце октября, состоялась дискуссия, открытая трибуна здесь, в здании Государственной Думы. Все прошло тихо, спокойно. Лидеры всех партий, эксперты. Никаких последствий. Потому что был правильно выработан формат. Говорили тихо, спокойно, не называли победителей и побежденных, и не прозвучало никаких терминов, которые могут вызвать определенную отрицательную оценку. В этом смысле я сожалею, что у участия общества нашего все-таки сложилось отрицательное впечатление. Речь шла только о борьбе с террором. Только об этом. Тема передачи была «Теракт в Волгограде». Передача проходила в день похорон жертв теракта. Вчера вы видели заседание суда, по которому, наконец, осудили те, кто взрывал аэропорт Домодедово. Вы видели их лица с ухмылкой. И чуть ли не герои подмигивают своим девушкам в зале заседания. А погибло 37 человек, 143 искалечены. Это очень сложный вопрос. Но передача была связана только с терактом. Всё, что я говорил, имелось в виду принятие мер, есть ли совершены теракты. И мы с вами в этом зале приняли закон о проведении контртеррористической операции. В нём перечислены меры. Если я сегодня скажу просто так, давайте переселять кого-то, скажут, Жириновский требует опять переселения народов. Но есть норма закона, в которой написано, что в период проведения антитеррористической операции может быть часть населения оселена в другие места. На период проведения операции. Это может быть два дня, два месяца, два года. Реально она пока не действовала. Но она есть. Вы знаете, что до сих пор сегодня часть территории Чечни заминирована. Это было сделано в период обострения вооружённого конфликта. И каждый год кто-то из детей чеченских подрывается. То руку оторвало, то ногу. А если я скажу, давайте заминируем какую-то часть, конечно, это прозвучит для людей, может быть, неприятно. Поэтому то, что я говорил о передаче, я имел в виду меры, которые заложены в нормах закона. То, что прозвучало с термином колючая проволока, это блокпосты. Ставится блокпост, но машина может объехать его и снова двигаться по дороге. Тогда раскатывается проволока. Говорились про события 20 лет назад. Вспомните Москву, октябрь 1993 года. Во многих местах города была колючая проволока. Чтобы разъединить враждующие стороны. Поэтому всё, что я говорил, это связано только с случаем проведения операций. По поимке преступника. Но не всегда бываешь правильно конит. Иногда журналисты выдёргивают. Как контроль над рождаемостью. В нашей стране единственная мир и страна, где, наоборот, мы стимулируем рождаемость. Но во всех странах мира, наоборот, перебор. И весь Арабский Восток бурлит, потому что огромное количество населения. Кругом пустыня и для проживания небольшая часть. Поэтому это тоже имелось в виду как международная практика. Речь не шла о том, чтобы это применять у нас. Тем более, это были высказывания, не связанные ни с программой какой-то партии, ни с проектом закона, ни с какими-то заявлениями. Но формат, когда... Ведь если передача сказать, что будем действовать в соответствии с законом, теракт прошёл, всё, передача закончена, и им это невыгодно. И есть журналисты, я не буду его фамилию называть, мой оппонент. Ему хотелось обозначить своё имя. А с кем? Вот давай позовём Жириновского. И как один из элементов провокации стояла камера. Никогда её нет камеры. Они ждали, что ещё хуже что-то будет, и мы это заснимем, покажем потом. Водка тут, понимаете, что-то идут жаркие дискуссии. Но повторяю, я уже это говорил и в других местах. Надо избегать публичного обсуждения тем, связанных с национальным вопросом и с религиозным. Потому что люди, относящиеся к другой национальности или к другой вере, воспринимают, что это ярлык на них на всех. И получается, не совсем благоприятная обстановка в стране. Впервые до верховного руководства это дошло. И я согласился с позицией главы государства по этому вопросу. В ходе обсуждения, когда ему сказал, ну а как же отвечать-то? Когда вот повторяют, а не получается, а всё равно теракт, а что ещё делать? Он, может быть, шутя, может быть, и всерьёз сказал, пусть адресуйте их ко мне. Я им буду отвечать на эти вопросы. И в чём-то он прав, потому что только глава государства может дать единую правильную оценку. На тонны глава государства. Если мы будем все говорить, высказывать свои позиции, то кого-то это может обидеть. Поэтому, значит, это вот момент, который я хотел остановить внимание ваше, чтобы понять, что нежелательно нам публично это обсуждать. И нежелательно перечислять те меры, которые у нас невозможны. Потому что контроль за рождаемостью был в Китае. И они добились великолепного результата. Всё стабильно. Нету бешеного роста населения. И отсюда меньше проблем. Вы помните события 1969 года? На пороге войны мы были с Китаем. Почему? Потому что бешеный рост населения не обеспечен экономикой. Они в ватниках стояли, голодные, все порванные, так сказать. А наши сытые пограничники, их 10 человек, сдерживали сотню этих китайских крестьян. Но они поняли, в чём проблема для Китая. И взяли под контроль рождаемость. И сегодня в Индии три раза выше рождаемость, в смысле уровень рождаемости, чем в Китае. Следующее столкновение будет Индия и Пакистан, где есть перебор. Но к нам это не имеет отношения. Поэтому здесь надо, чтобы мы были правильно поняты. Но в процессе какой-то передачи это невозможно, мы не успеваем делать. Есть оппонент, есть эксперты. Всё это переходит в такую перебранку, перепалку. И в это время другие люди, которые не понимают, о чём вообще идёт речь. Цель передачи была одна. Теракт в Волгограде. Всё. Как это предотвратить? Потому что это же происходит раз в год где-то у нас. Только в преломлении к теракту можно было оценивать все остальные высказывания. Но если люди отдельную фразу услышат или отдельный термин, у них возникает отрицательное самочувствие. И как бы ни было много людей, голосовавших за меня, и в том числе все ради опросы, ради опросы, даже если 10 тысяч недовольны, мы должны на это реагировать. Поэтому я бы не хотел, чтобы в будущем это как-то повторилось и вызвало бы недовольство. Ибо у нас это самый вопрос очень опасный. Мы знаем события 2017 года, 1991 года. Именно национальный вопрос был во главе принципа раздела нашей страны. Не социальный. Революции все начинались под социальными знаменами. А конец революции был под национальными. И солидарность, к сожалению, не проявляют ни пролетарии, ни представители разных народов. Вы знаете события в Польше. Они будут нас трамбовать ещё 100 лет. За то, что русская армия шла на битву с немцами через Польшу. Но география. Мы виноваты, русские, что Польша на пути наши в Европу. Куда нас иногда даже звали, русскую армию. Но по пути Польша. Можно мы сделать так, чтобы армия спокойно шла? Конечно, нужен ночлеп, питание и какие-то, возможно, и действия со стороны солдат. Они же из деревень. Они первый раз видят Европу. Поэтому есть проблемы. И, к сожалению, как бы мы не пытались найти социальную подоплёку, то же самое Бирюлёва. Национальный вопрос. Азербайджан недоволен. Пусть его гражданин убийца, но они недовольны, что как-то ногой наступил спецназ ему, так сказать, на спину. По мнению товарища с Азербайджаном, нужно было его с цветами встретить в Коломне у леса. Сказать, товарищ, можно проехать? Мы вам несколько вопросов зададим. А вот на землю положили, ногой наступили, вот как так. Ну что делать? Всегда будет возникать национальный вопрос. Их не борьба с преступниками интересует. А вот он такой национальности, мы встанем на его защиту. А кто защитит? Егора Щербакова, который уже давно лежит в сырой земле. Здесь вообще никакой защиты невозможно. Поэтому еще раз хочу сказать, что нежелательно участвовать в передачах или их проводить в том ключе, чтобы это вызывало у кого-то недовольство. Я еще раз говорю, что я сожалею, что так произошло, несмотря на то, что большинство меня поддержало. Спасибо за выступление от фракции «Единая Россия». Уступает Вячеслав Степанович Тимченко. Уважаемый Сергей Венич, уважаемые коллеги, добрый день. 8 ноября этого года в историческом городе Сузарь, Владимирской области, прошел съезд, Всероссийский съезд муниципальных образований. И представители всех 23 тысяч муниципалитетов активно направили свои делегации. И сам съезд стал квинтэссенцией той работы, которая проводилась не только руководителем муниципальных учреждений и организаций, но и всеми гражданами Российской Федерации, заинтересованными в развитии местного самоуправления Российской Федерации. Итогом предварительной работы стало формирование целого блока, такого фундаментального труда, который определяет сегодняшнее состояние, определяет проблему местного самоуправления и пути их дальнейшего развития. Именно поэтому, исходя из системного анализа, как говорят юристы этого материала, было сформировано 6 профильных секций, обсуждавших наиболее актуальные вопросы по проблемам полномочий, финансового обеспечения, по развитию села и сельских поселений, по лучшим практикам, кадровым проблемам гражданской инициативы. И в работе съезда, уважаемые коллеги, не было членов партии «Единой России» или КПРФ или ЛДПЛ. Были люди, представляющие эти партии, были люди с различными политическими взглядами, но все объединенные одной идеей, одной целью – эффективного развития местного самоуправления Российской Федерации, как самого близкого уровня власти к населению. Да, конечно, о проблемах местного самоуправления можно говорить очень много. И отношения к этим проблемам у всех институтов власти самые внимательные и пристальные. Достаточно сказать, что по приглашению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Москву в тот же день, когда работал съезд, была отправлена представительная делегация из 53 делегатов, руководителей муниципальных образований разных типов, разного уровня, но всех хорошо информированных, хорошо вооруженных тем опытом, который мы получили и в процессе работы в муниципалитетах, и в процессе общения со своими коллегами. О чем сегодня говорят муниципалитеты, и что услышал президент, и какие поручения он дал? Это в том числе обращение к нам с вами, уважаемые законодатели. Мы уже недавно обсуждали проблему развития местного самоуправления, говорим, что сегодняшний 131 закон, который по аналогии с основным законом Конституции Российской Федерации, должен быть Конституцией местного самоуправления, изменялся за 10 лет в 84 раза. Да, конечно, ничто не может быть незыблемым, но в 84 раза, в среднем 8 раз в год менять закон, не то, что не успеваешь провести нормативные акты в соответствии, не понимаешь тех суть, которые происходят. И здесь нам нужно навести порядок. И с точки зрения самих полномочий, ну как можно было нам, уважаемые коллеги, пропустить норму, которая позволяет или наделяет сельское поселение полномочиями или вопросами по содержанию гидротехнических сооружений? А это что такое? Пусть даже это не дамбы и не громадные водохранилища, но даже обычный пруд, который представляет собой зону повышенной ответственности и опасности для населения, это наверняка неправильно. Выступая перед президентом, глава сельского поселения из Курганской области сказала, что, уважаемый Владимир Владимирович, у нас сегодня в поселении, в сельсовете, работает вместе со мной 4 человека, а вопросов местного значения 40, да плюс еще делегированные государственные полномочия по регистрации, ЗАГС и так далее. Коллеги, стоит серьезно задуматься, и президент об этом прямо сказал, что нам необходимо провести ревизию всего законодательства. А сегодня мы как-то помним, что более 200 законов, а если быть точным, 200-3 закона, непосредственно касаются вопросов местного значения разных типов муниципальных образований. Есть проблемы и с точки зрения финансового обеспечения, причем, заметьте, муниципалы не требуют дополнительных тех, они говорят, дайте нам возможность эффективнее работать. Ну, например, давайте посмотрим на налог на прибыль. Ведь на самом деле, если хотя бы 1% отдать пользу муниципалу, они будут заинтересованы, чтобы прибыль предприятию увеличилась, и чтобы предприятие работало эффективно. Таким образом, общее поступление в федеральный бюджет не сократятся, а поступление в муниципальный бюджет и развитие бизнеса, безусловно, будут получать новый импульс. Уважаемые коллеги, проблемы кадровые будут, проблемы в сфере общественной активности, все эти проблемы всегда находились в центре местного управления. Я могу много рассказывать о проблемах и тех путях, которые предложили участники съезда. Единственное, хочу передать от них слова благодарности за принятый нами в первом чтении закон о варяночной надзорной деятельности. И могу сослаться, что вот этот материал, который подготовлен с съездом, может стать реальным поспорьем в работе каждого депутата Государственной Думы по развитию местного самоуправления. Спасибо. Спасибо. Андрей Константинович Исаев. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, сегодня мы начинаем с вами обсуждение важнейшего для миллионов наших сограждан пакета законов, меняющих пенсионную систему в нашей стране. Пенсионная система относится к числу социальных систем общества. И там в социальных системах действует принцип, что если можно не менять, лучше этого не делать. Увы, мы такой возможности лишены. Растет доля пенсионеров по отношению к количеству работающих. Увеличивается дефицит пенсионного фонда. Наконец, наши пенсионеры недовольны уровнем пенсионного обеспечения, который существует в нашей стране. А значит, нам предстоит поработать, значит, нам предстоит внести серьезные изменения в пенсионную систему. Надо сказать, что предлагаемый путь является достаточно социально ответственным. В отличие от многих, в том числе развитых стран, мы не повышаем пенсионный возраст и не идем по пути сокращения социальных гарантий лицам старшего возраста. Предлагаемое решение – это в первую очередь увеличение зависимости пенсии от стажа и от взносов, которые платятся за работника. Это добровольное стимулирование более позднего выхода на пенсию тех, кто готов поработать и увеличить свою пенсию в будущем. Значит ли это, что предлагаемый пакет реформ безукоризнен? Безусловно, нет. Нам предстоит очень серьезное обсуждение. И я хочу сказать, что «Единая Россия» уже начала такое обсуждение летом этого года в период так называемых отпусков. Мы обсуждали с профсоюзами, с работодателями, с союзом пенсионеров, с гражданскими активистами, и многого удалось добиться. Мы добились того, что работающие пенсионеры будут получать пенсию в полном объеме. Мы добились того, что правительство отказалось от планов отмены льготных пенсий за выслугу лет для работников бюджетной сферы, врачей и учителей. Остается предметом споров очень важный вопрос о перерасчете пенсии работающим пенсионерам. Мы будем настаивать на том, чтобы такой перерасчет, безусловно, был. Сегодня мы с вами, уважаемые коллеги, будем обсуждать закон, касающийся накопительной части пенсии. В том решении, которое предлагается, мы, во-первых, впервые делаем на самом деле добровольным и выборным для людей моложе 67-го года, 67-го года и моложе, вопрос о накопительной части. Им предоставляется право в полном объеме выбрать, участвуют они в накопительной системе, либо целиком возлагают ответственность за свое будущее на государство, в полном объеме участвуют в страховой системе и будут рассчитывать на полноценную страховую пенсию в будущем. Этот выбор станет более глубоким, потому что мы предполагаем, что сам период выбора будет продлен еще на два года, а для тех, кто впервые вступит на путь работы, начнет свою рабочую деятельность, он будет составлять пять лет. Нам предстоит провести санацию негосударственных пенсионных фондов. И это правильное решение. Сегодня уже 10 негосударственных пенсионных фондов обанкротились. К 28 существуют серьезные замечания. Мы не вправе, коллеги, допустить новых МММ, которые соберут деньги с людей, а потом оставят их без пенсии. Государственная Дума подобного подхода не допустит. Работать с пенсионными деньгами людей будут только те, кто будет отвечать требованиям закона. Уважаемые коллеги, для нас принципиально важно, чтобы участие в обсуждении пенсионной системы приняло как можно большее количество заинтересованных людей. Поэтому в нашей работе будут участвовать представители профсоюзов, работодатели, ветеранских организаций. 19 числа, когда здесь будет обсуждаться основной пенсионный закон, выступят представители непарламентских политических партий. Но самое главное, конечно, коллеги, это работа тех политических партий, которые представлены в парламенте, которым доверило большинство избирателей. Мы, Единая Россия, предлагаем сформировать межфракционную рабочую группу, в рамках которой мы могли бы согласовать общие подходы к пенсионной реформе ко второму чтению рассматриваемых законов. Коллеги, нам предстоит очень серьезная, очень тяжелая и очень ответственная работа. Но я надеюсь, что мы сделаем эту работу, сделаем ее с честью в интересах наших с вами избирателей. Спасибо. Спасибо. Татьяна Николаевна Москалькова. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, в это воскресенье страна отметила очередной день сотрудника органов внутренних дел, который мы привычно называем днем советской, днем российской милиции. Вспомнили и героев, и погибших, вспомнили самоотверженных оперов и честных дознавателей, и депутаты фракции «Справедливая Россия» с глубочайшим уважением к этой профессии. Я думаю, что все депутаты нашего парламента присоединятся к поздравлениям сотрудников органов внутренних дел, их семей, их близких, с их выбором нелегкой профессии, полной рисков, полной самых неожиданных ситуаций. Только в этом году 162 молодых, красивых, здоровых мужчины с погонами полицейского или сотрудника внутренних войск погибли, а всего за новейшую историю 24 тысячи. Ежегодно 5000 сотрудников органов внутренних дел получают пылевые ножевые ранения и становятся инвалидами. Более 200 человек стали героями Российской Федерации, и большая часть из них посмертна. Такова цена этой работы, очень сложной и очень ответственной. Но не только прошедший праздник пригласил фракцию «Справедливую Россию» к обсуждению этой темы, но и то, что сегодня в средствах массовой информации, и вы обратили внимание, подвергнуто широкой дискуссии концепция комплексной организационно-управленческой реформы правоохранительных органов Российской Федерации, выдвинутая Комитетом гражданских инициатив Кудрина и разработанная Институтом проблем права применения Европейского университета в Санкт-Петербурге в сотрудничестве с фондом Георгия Сатарова «Идем». И можно было бы отнестись к этой инициативе как к общественной инициативе, как к дерзанию молодых творческих ученых, которые подвигнуты к венью новых процессов в России. И, если бы не одно обстоятельство, что эта концепция пытается заполнить ту пустоту, то пространство, которое сегодня государственной программой не обеспечено. Что предлагает эта концепция? Она предлагает упразднить МВД, Следственный комитет, ФСКН и на их базе организовать трехуровневую полицию. Федеральная, которая расследует особо тяжкие и тяжкие преступления. Региональная милиция, которая расследует преступления небольшой и средней тяжести. Она также предлагает упразднить ОБЭП, передать внутренние войска в Министерство обороны, лицензионно-разрешительную систему, которая занимается оборотом на оружие и контролем за ЧОПами, в Министерство юстиции, в неведомственную охрану акционировать. Есть там и положительные предложения, связанные с регистрацией преступлений, с усилением контроля со стороны общественности. Но в целом она, конечно, не может иметь право на существование. Но в одном право разработчики, что они ставят вопрос о том, чтобы любая реформа имела свое продолжение. Три года назад в этом зале мы утвердили с вами три очень важных для государства закона, положивших начало реформе органов внутренних дел. Это закон о полиции, о службе в органах внутренних дел, о социальных гарантиях в системе МВД. Но сегодня мы видим, что продолжение этой реформы пробуксовывает, потому что нужна подзаконная база и нужна крупномасштабная, государственная, выработанная президентскими структурами программа. По такому пути шли Австрия, Италия, Чехия и даже Таджикистан, рассчитавшая на долгие годы программу реализации тех идей, которые мы заложили в закон. А заложили мы эти идеи вполне понятные. Первое – это уход от двойного подчинения органов внутренних дел и переход их на полное федеральное финансирование. Это второе – поднять уровень социальных гарантий сотрудников органов внутренних дел дел семей вдов, сирот, оставшихся без попечения сотрудников погибших при исполнении служебных обязанностей. Это третье – полное переоснащение системы органов внутренних дел, техническое переоснащение. И самое главное – это освобождение от несвойственных функций, поскольку органы внутренних дел за эти годы претерпели существенные изменения. Ушла уголовно-исполнительная система из-за МВД. ФМС выделилась вместе с паспортно-визовой службой. Пожарные службы перешли в МЧС. И все это позволяло нам пересмотреть функции и передать им другим ведомствам. Что на деле получилось? Сокращение сотрудников органов внутренних дел на 22% в течение года произошло, а объемы работы увеличились. Сегодня мы отложили на один год, потом на вторую передачу в ФМС функцию выдворения иностранных граждан. Только за день на прошлой неделе было задержано и подлежали выдворению незаконно находящиеся на территории Москвы граждане, иностранные граждане. Но содержать их негде, потому что центр временного содержания, который и вмещает всего 450 человек, сегодня на ремонте. И такой подход к реформе, конечно, дезавуирует самые главные идеи, самые главные устремления и наши с вами, и общественности к совершенствованию работы. Сегодня совершенно очевидно, что ожидания сотрудников органов внутренних дел по повышению социальной гарантии денежного содержания себя не вполне оправдали, особенно для тех, кто работает на земле. Потому что упразднение губернаторских надбавок не смогло вывести на столь высокий уровень, который мы ожидали, социальные гарантии и денежное содержание. И мы просили бы поддержать тот законопроект, который разработан группой депутатов в этом направлении. Сегодня совершенно очевидно, нужно принять закон о правоохранительной службе, который бы позволил не растаскивать кадровое звено из одного органа в другой и обеспечить единый подход к социальным гарантиям, к системе службы, дисциплинарной практике. Реформы в России – это очень ответственная, крайне чувствительная тема. Поэтому не хотелось бы, чтобы на смену неэффективным административной реформе и муниципальной реформе, о которой сегодня совершенно правильно говорил Вячеслав Степанович, что эта реформа сегодня требует нового реформирования. Хорошо, что Единая Россия понимает, что именно Единая Россия начинала эту реформу. Она поддерживала этот законопроект. И сегодня мы возвращаемся к тому, что она не состоялась. Так же, как реформа об образовании, науке, ЖКХ, пенсионная реформа. За каждой реформой стоят не оловянные солдатики, а люди. Поэтому по неволе всплывает в памяти хрестоматийная фраза всенародно любимого героя из фильма «Операция И». Тренируйтесь лучше на кошках. Спасибо. Коллеги, есть ли вопросы по проекту повестки? Прошу записаться. Включите режим. Спасибо. Покажите список. Иван Игнатьевич Никитичук. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Я прошу вопрос к повестке дня 25-й провести по упрощенной схеме. И докладчика заменить будет докладывать депутат Шингаркин. Спасибо. Спасибо. Михаил Васильевич Емельянов. Уважаемый Сергей Евгеньевич, убедительная просьба снять сегодня 22-й вопрос, потому что докладчики Епифанова находятся в официальной командировке. Завтра вернётся, если будет возможность перенести на завтра, если нет, на более поздний срок. 22. Спасибо. Дмитрий Сергеевич Коньков. Уважаемый Сергей Евгеньевич, по 9-му пункту просьба заменить садокладчика. Карелу, Галина Николаевна Конькова. Дмитрий Сергеевич, спасибо. Спасибо. Павел Владимирович Кашиненников. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, мы просим 38-й вопрос перенести на неделю. Спасибо. 38-й перенос. Евгений Алексеевич Федоров. Спасибо. Уважаемый Сергей Евгеньевич, просим снять пункт 36 с комитетом согласовано. Спасибо. 36 снять. Владимир Николаевич Федоткин. Уважаемый Сергей Евгеньевич, предлагаю пункты 14, 1 и 14, 2 снять с данной повестки дня и при решении совета перенести на другой день. Причина вот в чем. 14, 2 это законопроект Московской областной думы. Там есть разработчики из КПРФ, из ЛДПР. Принят единогласно на думе законопроект. Но сегодня в повестке только один Владимир Николаевич Плигин докладывает. А из депутатов из Московской областной думы никого не пригласили и не уведомили. Более того, даже на заседании комитета никого из разработчиков не пригласили. Это грубое нарушение регламента. А закон интересный и там есть что поддержать. Поэтому я предлагаю перенести данный вопрос на одно из следующих заседаний по решению совета с приглашением депутатов Московской областной думы. Иначе мы нарушаем регламент. Прошу поставить мое предложение на голосование. Спасибо. Владимир Николаевич Плигин. Уважаемый Сергей Георгиевич, уважаемые коллеги, по вопросу номер 2 повестки в связи с обращением по Государственной думе к президенту Российской Федерации предлагаем доклад представителя авторов до 7 минут, со доклад комитета до 7 минут, вопросы по существу постановления по 2 вопроса от фракции по 1 минуте на вопрос, по 3 минуты на ответ, выступление представителей фракции до 7 минут, выступление полномочного представителя президента в Государственной думе, полномочного представителя правительства, если будут до 5 минут, заключительное слово докладчика со докладчика по 3 минуты. Спасибо. Спасибо. Да? Пожалуйста, Владимир Николаевич Плигин, микрофон еще раз. Вопросы 31 и 32 повестки просим поставить по упрощенной процедуре. 30, 32. 31, 32. 31, 32. Спасибо. Сергей Николаевич Ришульский. Спасибо. У нас на фиксированное время поставлен вопрос номер 13. Мы предлагаем, наша фракция, я лично, предлагаем пригласить на рассмотрение этого вопроса генерального прокурора Российской Федерации Юрия Яковлевича Чайка. Хочу вам напомнить, что в 2007 году, когда принимали решение по законопроект по урезанию полномочий прокуратуры, Думаю, так и не удосужилось пригласить генерального прокурора. Прокуратура здесь рядом, генеральная. Я полагаю, Сергей Евгеньевич, если вы поручите Александру Дмитриевичу, он сейчас позвонит, или вы сами позвоните, Юрий Яковлевич, наверное, с удовольствием примет участие, хотя бы послушает, как мы обсуждаем этот вопрос о дальнейшей судьбе прокуратуры. И потому, что сказал Владимир Николаевич Плигин. Так нельзя делать. Мы вчера на совете определили только, что будет по два вопроса. Микрофон включите еще раз. Но мы не договаривались и не определяли порядок выступления, сколько минут. У нас по регламенту до 15 минут, до 15 минут. Как вы можете сходу, ни с того, ни с сего, ломать выступления тех, кто готовился. Мы против такого подхода. Спасибо. Олег Николаевич. Сергей Евгеньевич, 21 вопрос. Просьба от комитета по транспорту перенести на следующую неделю в связи с отсутствием докладчика. Спасибо. 21? 21. Вячеслав Иванович, вы хотели? Лысаков Вячеслав Иванович. Лысаков Вячеслав Иванович, микрофон. Спасибо. Важный Сергей Евгеньевич, просьба 34-й вопрос рассмотреть по сокращенной программе. Спасибо. 25-й предлагается по сокращенной процедуре. Нет изражений? Шернаткин, Шернаткин. И замена докладчика. Шернаткин будет. Предлагается снять из рассмотрения сегодня 22-й, перенести на следующую неделю или на более поздний срок. Нет изражений также. По замене докладчика по 9-му вопросу соглашаемся? Да. 38-й предложение перенести. Нет изражений. Снять 36-й предлагается. Перенести это имеется в виду. Так, Владимир Николаевич Федоткин предложил вопросы 14.1 и 14.2 перенести на одно из следующих заседаний с приглашением представителей Московской областной думы. Но при этом у нас имеется письмо Московской областной думы, в котором предлагается рассмотреть законопроект без участия представителей Московской областной думы. Это соответствует регламенту. Оставляем. Спасибо. Владимир Николаевич Флигин предложил следующий порядок рассмотрения вопроса номер 2. Я еще раз повторю. Доклад и садоклад по 7 минут. Далее по 2 вопроса от каждой фракции. Минута на формулирование вопроса и 3 минуты на ответ. Выступление представителей фракции по 7 минут. Далее выступление полномочных представителей президента и правительства по 5 минут. И заключительное слово докладчика и садокладчика по 3 минуты. При этом Сергей Николаевич Ришульский предложил оставить продолжительность доклада до 15 минут. Владимир Николаевич Флигин. Пожалуйста, еще раз. Уважаемые коллеги, если речь идет только о докладе, то с ним стоит согласиться. Соглашаемся. Соглашаемся. 15 минут. Спасибо. А все остальное по тому графику, который мы предложили. Спасибо. По остальному возражения. Да, Сергей Николаевич? Спасибо. Далее предложение Сергея Николаевича Ришульского пригласить на обсуждение 13 вопроса генерального прокурора Российской Федерации. Владимир Николаевич Флигин, пожалуйста, микрофон. Уважаемые коллеги, речь идет о предложении внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. Существует установленная процедура рассмотрения поправок участия иных органов и организаций. В этой части не предполагается. Поэтому я предлагаю отклонить данное предложение. Спасибо. Ставлю предложение Сергея Николаевича Ришульского на голосование. Включите режим голосования. Покажите результат. Предложение отклонено. Олег Николаевич Нилов предлагает перенести 21 вопрос. Соглашаемся. И предложение рассмотреть 34 вопрос по сокращенной процедуре. Также не возражаем. Спасибо. Ставлю на голосование в целом. Включите режим. Покажите результат. Повестка принимается в целом. Обсуждаем второй вопрос повестки. Проект постановления Государственной Думы об обращении Государственной Думы к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину в связи с 20-летней годовщиной событий, происходивших в городе Москве 21 сентября, 5 октября 1993 года. Да, Александр Дмитриевич Куликов, пожалуйста. Покажите, пожалуйста. Покажите. 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 Администрации президента, мэрии Москвы, Министерства обороны и внутренних дел, обеспечивших реализацию преступного плана государственного переворота. В их числе председатель правительства Черномырдин, вице-премьер Полторанин, глава администрации Филатов, мэр Москвы Лужков, министр иностранных дел Козырев, министр обороны Грачев, министр внутренних дел Ерин, начальник службы безопасности президента Коржакова и ряд других руководителей Министерства и ведомств. Уважаемые коллеги, согласно официальным данным Генеральной прокуратуры, в тот период времени погибло 147 человек и 384 ранено. Известно, что расследование по уголовному делу об организации массовых беспорядков по фактам нападения на мэрию и телецентр Останкино было прекращено 3 сентября 1995 года. В рамках этого уголовного дела по непонятным причинам частично расследовались события со штурмом Дома Советов, хотя уголовное дело по этим событиям не возбуждалось и приходили они не в Останкино и не в районе мэрии. В результате лица конкретно виновны в гибели мирных граждан, те, кто палил из танковых пушек, применял другое огнестрельное оружие по защитникам парламента, кто стрелял безоружных на площади Востанкино, кто избивал, мучил, уже прекративших сопротивление сдавших защитников Дома Советов, в том числе народных депутатов, не установлены и не привлечены к ответственности до настоящего времени. Жертвы преступлений, семьи погибших так и остались без компенсации нанесенного ущерба жизни и здоровья потерпевших, о чем сегодня говорил мой товарищ, наш коллега депутат Синельщиков. Как известно, принято 23 февраля 1993 года Государственной Думой постановление номер 65-1 об объявлении политической и экономической амнистии пунктом 1 позволило вызволить из тюремных камер защитников Дома Советов, депутатов и руководителей Верховного Совета, незаконно и необоснованно обвиненных в тяжких преступлениях. Оно же позволило прекратить уголовные репрессии в отношении других граждан России, противодействующих указу 14.00, а заодно освободить лиц, принимавших участие в августе 1991 года в поддержку ГКЧП. Постановление помогло спасти от реальной смерти приговоренных Ельцином. Это уже нескрываемый ныне факт. Вместе с тем, амнистия к милосердии, прощения, освобождающие от ответственности, но не снимающие вину в совершении преступления. А какие же преступления совершили защитники Дома Советов, народные депутаты, не оставившие осажденный парламент? Каждый из них в соответствии с вышеуказанным заключением Конституционного суда действовал в Конституционном правовом поле, правомерно противодействуя незаконным решениям и действиям уже нелегитимного президента, гражданина Ельцина. Климожи преступника и по сей день необоснованно висит на них, поэтому более чем справедливы требования невинно пострадавших людей о правовой и политической реабилитации. Эта несправедливость еще возможно исправить законным путем, одновременно разработав и реализовав государственную комплексную программу социальной помощи этой категории граждан. Уважаемые друзья, из опубликованных в 2000-х годах материалов исследований ученых-специалистов, из воспоминаний о непосредственных участиях этих событий следует, что число жертв более чем в 6 раз превышает официальные данные. И понятно почему, цитирую материалы Комиссии Государственной Думы. В силу сложившейся политической обстановки органы прокуратуры не смогли провести полное объективное всестороннее расследование уголовного дела, а также некоторых других уголовных дел, возбужденных в связи с событиями 21 сентября-5 октября 1993 года. Руководство правительственной стороны в кавычках активно влияло на следствие, пытаясь средствами указного права и административного давления определить круг обвиняемых и квалификацию содеянного. Некоторые должностные лица, военнослужащие, сотрудники милиции препятствовали проведению следственных действий. Нет сомнений, дорогие друзья, что надо проводить новые расследования по фактам обнаружения трупов у Дома Совета, в Останкино и в других местах массового убийства граждан. Не все удалось сделать членам Комиссии по объективным причинам в то время. Не получилось в разрешении проблема массового нарушения прав граждан в регионах России в связи с противодействием указу. А она есть проблема. В частности, указ Ельцина 1452 от 25 сентября 1993 года об ответственности лиц, противодействующий проведению поэтапной конституционной реформы, о котором сегодня мало кто помнит, прямо предписывал увольнять с работы должностных лиц органов государственной власти, работнику правоохранительных органов, офицеров российской армии, независимо от выслухи последней. Нам надо знать этих людей. Мы должны их установить имена и фамилии. Государство должно помочь в восстановлении их нарушенных прав и обеспечить соответствующую компенсацию, в том числе нанесенного морального ущерба. Документы Комиссии Палаты, Парламента России так и не стали объектом исследований следственных органов, несмотря на содержащих в них факты, требующие проверки в рамках Уголовного процессуального кодекса. Об этом говорилось выше. Но появились новые документы, новые откровения, новые факты, разоблачающие тех, кто пособничал Борису Ельцину в организации насильственного государственного переворота, кто обеспечивал им международную поддержку, международную помощь в свержении законной власти Советов. Среди авторов уже названы выше Коржаков, Полторанин, Филатов, а также бывший премьер, вице-премьер Чубайс, руководитель федеральных министерств ведом Айвен Кох, бывший президент США Клинтон, бывший заместитель госсекретаря Телбот и большой ряд других отечественных и иностранных исследователей, специалистов, политиков. Все это требует новой проверки и правовой оценки следственных органов. Уважаемые друзья, безнаказанность коллеги порождает новые преступления новых преступников. Мы же должны, извлекая уроки из прошлого, создать гарантии безопасности от возможных отечественных пиночетов для настоящего и будущего нашего народа. Этому учат нас собственные истории. Это же нам подсказывает современная история многих государств мира. Документы Государственной Думы и Второго Созыва по рассматриванию теми существуют. Они легитимны, не отменены. Они требуют от нас, от российской власти, вновь обратиться к событиям с сентября-ктября 1993 года и восстановить историческую, правовую, нравственную справедливость в отношениях участников. В силу особенностей, сформированной после октябрьских событий, после 12 декабря 1993 года новой политической системой, решить указанные проблемы может лишь один человек – президент Российской Федерации, используя конституционные полномочия. Именно поэтому наша фракция обращается и просит депутатов Государственной Думы поддержать наше обращение к президенту России Путину. Это наш нравственный долг. Спасибо. По ведению Алексея Валентиновича Митрофанова. Уважаемый господин председатель, я бы попросил сделать замечание докладчику Куликову называть первого президента изменником, гражданином. Мы всё-таки находимся в парламенте, да? И вы тогда отказались бы от мандатов в 1993 году, да, раз вы пришли в парламент, созданный изменником. Зачем вы там остались? Зачем вы поддержали и ратифицировали беловежские соглашения? Коммунисты все проголосовали. Шесть человек против было. Спасибо, Алексей Валентинович. Спасибо. Достаточно. Спасибо. Владимир Николаевич Плигин. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги. Александр Дмитриевич далеко вышел за пределы текста обращения, которое было подготовлено. И в этом обращении, конечно же, не содержалось многих оценок. В этой части, видимо, и мне придется изменить некоторые положения или предложения, которые нами высказывали в связи с обращением. Предложенный к рассмотрению вопрос сегодня, конечно же, очень непростой. Однако хотелось бы обратить внимание на то, что он был предметно, подробно рассмотрен при принятии решений, направленных на обеспечение гражданского мира и согласия. Ситуация была предметно проанализирована. Что в настоящее время, это видно из текста того выступления, которое прозвучало, что по существу предлагают авторы проекта постановления в обращении. Предлагают вернуться вновь к накалу страстей, который бушевал в 90-е годы. Предлагают, если угодно, отказаться от решений высшего законодательного и представительного органа власти страны, российского парламента, которое далось крайне тяжело. Это решение было действительно выстрадано. Но определяющим при принятии этого решения стало общее стремление к консолидации общества, к недопустимости дестабилизации обстановки, компромиссу и гражданскому приверению. В этом, собственно говоря, и заключалась мудрость наших коллег, в том числе многие из которых присутствуют здесь в зале. Если позволите, если останется время, некоторые цитаты из их выступлений я далее проведу. Авторы проекта постановления в предлагаемом имя обращения отмечают, что общенародная трагедия сентября-октября 1993 года была порождена счастливыми амбициями политических деятелей. Полагаем, что не стоит возвращаться к борьбе за политический капитал и политические амбиции любыми средствами, тем более давая столь сложные оценки. Не будем соблазняться возможностями для сведения счетов. В 23 февраля 1994 года, после принятия меморандума о согласии и сопутствующих ему постановлений, председателем Государственной Думы было заявлено, что Государственная Дума во всеуслышание сегодня говорит о том, что она твердо убеждена, что нашей Родине, России, для выхода из кризиса нужен гражданский мир, согласие, спокойствие и созидание. Именно этого взаимодействия ждут россияне. Именно с этой целью обеспечения гражданского мира и согласия в обществе было принято постановление Государственной Думы 65-1 Государственной Думы об объявлении политической и экономической амнистии. Согласно данному постановлению, прекращены уголовные дела в отношении лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за участие в событиях 21 сентября-4 октября 1993 года в Москве. При принятии данного решения обращалось внимание на то, что присутствующий при этом политический аспект амнистии. Политический аспект амнистии был вписан в общую концепцию гражданского примирения. Таким образом, решение по событиям уже состоялось и предлагаемое обращение не согласуется с постановлением, принятым Государственной Думой 1994 года. Конечно же, имеются и юридические неточности в обращении. В частности, неправильно оценивается статус должностных лиц, должностные лица, не должностные лица, в частности президент Российской Федерации, хотя и осуществляет руководство деятельностью Следственного комитета России, не является участником уголовного процесса. Не соответствует предложение и с части 4 статьи 133 Уголовно-процессуального кодекса «Основание возникновения права на реабилитацию». Установлено, что ее положение не распространяется на случай издания акта об амнистии. Для сведения хотелось бы сообщить, при принятии Государственной Думы решения об амнистии за соответствующее решение проголосовало 252 депутата, в том числе были депутаты Коммунистической партии, членами которой являются авторы представленного сегодня проекта постановления обращения, депутаты Аграрной партии. ЛДПР, других партий. Всего за постановление проголосовало 352 человека. В связи с изложенным Комитет Государственной Думы предлагает проект постановления и проект соответствующего обращения отклонить. Уважаемые коллеги, конечно же, пользуясь этим случаем, я бы вас попросил познакомиться с постановлениями Государственной Думы от 23 февраля 1994 года. 62-м, 63-м, 65-м, 66-м. Постановления дались крайне сложно, они дались крайне тяжело. В этой части Николая Михайловича Харитонова, к сожалению, здесь нет, но хотел бы обратить внимание на то, что наиболее ярко именно он отстаивал необходимость принятия этих согласованных решений, в том числе решений об амнистии. И он говорил о том, что, несомненно, выступал за меморандум о согласии. Много копий сломали мы в этом здании за полтора месяца совместной работы во фракции в Совете Государственной Думы. И видим, что без консолидации своих действий мы практически бессильны. Говорить о победе той или иной фракции, о победе какого-то направления бессмысленно. Собственно говоря, это и послужило в основу принятия пакетного соглашения. Это же нашло отражение в выступлениях депутатов Государственной Думы Говорухина. Данное положение нашли в отражениях в выступлениях депутатов Государственной Думы Геннадия Андреевича Зюганова. Хотел бы обратить внимание на то, что Геннадий Андреевич голосовал за данные проекты. По одному из проектов он воздержался. Но, тем не менее, основной тезисы, которые обозначались Геннадием Андреевичем, это, конечно же, тезисы, направленные на примирение. Интересно, с моей точки зрения, интересные позиции заявил в то время и Владимир Вольфович Жириновский. Государственная Дума защищает права любого гражданина, освобождая его в данном случае от тех политических разборок, в которых никто не виноват. Мы всех прощаем в этом смысл. Мы высший законодательный орган, мы имеем полное право... Полминуты еще. Уважаемые коллеги, я думаю, что в заключительном слове я продолжу анализ этих стенограмм. Давайте относиться уважительно к себе, к позициям своих товарищей, к позициям руководителей и в тот период, и в настоящее время фракций Государственной Думы, призывавших к миру и к согласию. Все остальное может увести нас скорее в вопросы общие, непредметные, опасные, раскалывающие, забывающие истинные смыслы истории. Спасибо. Спасибо. Переходим к вопросам. Антолий Евгеньевич Локоть задает вопрос. Спасибо. Уважаемый Владимир Николаевич, можно, конечно, сделать вид, что ничего не было, приняли пакетное соглашение, всех простили, прекрасно, но уйти от исторических оценок не удастся, и исторические оценки, они востребованы. Сегодня общество очень внимательно и напряженно обсуждает проблему единого учебника, создания единого учебника истории. Интересно знать, а вот в этом едином учебнике истории, как представлены события, каковы даны оценки событиям 1993 года, кто прав, кто виноват, что произошло на самом деле, и можно ли давать подобные исторические оценки без подробного анализа, без подробного расследования событий, которые тогда произошли, без оценок в правоохранительных органах и в том числе Конституционного суда. Спасибо. Владимир Николаевич Пегин. Уважаемые коллеги, уважаемый Анатолий Евгеньевич, конечно же, у меня была бы привилегия, но я ей не воспользуюсь, переадресовать этот вопрос к председателю российского исторического общества, который, я так понимаю, отвечает частично за подготовку учебника истории. Вместе с тем, отвечая на ваш вопрос, Анатолий Евгеньевич, одно дело изучение истории государства, и другое совершенно дело ставить эти вопросы в правовой плоскости, обязывающей совершать юридические действия. Разные вещи, исторические оценки очень сложны, многие из них по известной философии, которая оправдана, можно давать только через сто лет. Не нужно с этими историческими, правда, и с этими историческими оценками не нужно спешить, но тем не менее, обращение – это не есть некое изложение исторической позиции или исторический взгляд. Это конкретное юридическое предложение, которое мы предлагаем отклонить. Спасибо. Ярослав Евгеньевич Нилов. Уважаемый Александр Дмитриевич, в своем проекте обращения вы говорите о том, что амнистия была принята поспешно. Вот вопрос, в чем поспешность, так и не ясно нам. И второе, не боитесь ли вы, что те видные члены КПСС, которые вышли на свободу благодаря этой амнистии, могли бы вообще не выйти, а могли бы выйти больными, с искореженными судьбами и душами, потому как система большевистского ГУЛАГа, она работала тогда на полную катушку. И я напоминаю, что только благодаря ЛДПР эта амнистия состоялась, проект именно ЛДПР был принят. Как и сегодня, все СПЧ и господин Федотов мучаются, какую амнистию предложить 20-летие Конституции, тогда как уже больше нескольких месяцев в Комитете Государственной Думы находится проект ЛДПР об объявлении амнистии по случаю 20-летия парламентаризма и Конституции. Давайте не будем мучиться, давайте быстрее рассмотрим проект ЛДПР. Если нужно, приглашаем других фракций присоединиться и поддержать его и принять. Владимир Николаевич Пригин. Спасибо. Мне вопросы. А, Александр Ильич, пожалуйста. Я вторую часть без комментариев оставляю в отношении советского власти и так далее. По первой части, по проекту амнистии, поспешно заключается в данном случае в том, что этим проектом постановления фактически были прокрещены все уголовные дела, которые в тот момент расследовались с работниками Следственной бригады Генеральной прокуратуры. В том числе, хочу подчеркнуть, и об этом подтверждает бывший генеральный прокурор Казанник, и в отношении лиц, осуществлявших штурм, в отношении лиц, которые из всех видов огнестрельного оружия, применяя их по защитникам Белого дома. И в этом отношении, именно в этом отношении мы речь вели о поспешности, не более. Спасибо. Дмитрий Федорович Вяткин. Спасибо. Уважаемый Александр Дмитриевич, сейчас вы сами подтверждаете в том числе, что с точки зрения правовой, с точки зрения юридической вопрос фактически решен. Если мы хотим защитить нарушенные права и интересы тех лиц, их родственников, которые пострадали, то для этого существует тоже специальный механизм, вы о нем прекрасно знаете, каким образом возможно осуществлять выплаты. Тогда зачем сейчас в публичную плоскость, с учетом того, что есть огромное количество возможностей вне рамок пленарного заседания, провести любые обсуждения, в том числе и исторического характера, историко-политического характера, как угодно, тогда зачем было готовить вот этот постановление об обращении? Потому что он несостоятельный юридически, тогда что это? Сотрясание воздуха? Александр Дмитриевич Куликов. Спасибо, Дмитрий Федорович. Ну, насчет сотрясения воздуха, это, конечно, Ваша точка зрения. А вот насчет принятия конкретных мер в отношении действительных жертв того периода времени, действительно людей, семей погибших, семей раненых, семей третированных, в том числе и в других регионах Российской Федерации, конкретных мер, сегодня, сейчас, это была наставительная необходимость. И ничего, кроме как применения действующего закона в Российской Федерации, не требуется. Была бы только политическая воля. Именно об этой политической воле я и говорил в своем выступлении. Она сегодня, прежде всего, ссореточена в руках президента Российской Федерации по той конституции, по той политической системе, которая была создана после октябрьских событий 1993 года. Поэтому я все правильно наставляю акценты. Спасибо. Светлана Петровна Горячева. Большое спасибо. У меня вопрос к вам, уважаемый Александр Дмитриевич. Скажите, пожалуйста, кто из депутатов Государственной Думы этого созыва был расстрелян? Знаете ли вы их фамилии? Назовите их. И почему среди авторов вот этого проекта обращения нет ни одного из тех, кто был расстрелян? Спасибо. Депутат Куликову, включите микрофон. Спасибо, Светлана Петровна. Спасибо за вопрос. Первый. В составе авторов, как вы сказали, законопроекта, все члены комиссии, образованной фракцией КПРФ, еще весной, в начале лета этого года, для расследования обстоятельств государственного переворота в Российской Федерации в сентябре-октябре 1993 года. И все депутаты, которые вводят в состав комиссии, они коллегиально и вошли в состав авторов этого проекта постановления. Это первое. Второе. Да, действительно, среди депутатов, об этом говорил еще в свое время Котенков, как вы помните, выступая на пленарных заседаниях Государственной Думы, когда мы обсуждали вопросы, связанные с ответственностью президента Российской Федерации, формированием комиссий по проверке обстоятельств осени 1993 года, утверждал, что никто не погиб, мол, из работников Государственной Думы, депутаты все живы. Почитайте, пожалуйста, уважаемые коллеги, материалы этой комиссии, о которых я сегодня рассказывал, по проверкам событий октября 1993 года, созданной в мае 1998 года в Государственной Думе. Что говорит депутат Фахруддинов? Ему переломали ребра, ему сломали руки, его избивали даже тогда, когда он вышел, уже раненый был, выйдя из Белого дома, в органах, в отделе милиции, куда его привезли. Что говорит депутат Исааков? Он, будучи избитым, помогал депутатов вызволять из мест, где их заключили в этих так называемых клетках, в изоляторах временного содержания. Да, их не убили, но сколько был убитых. Кто спас Бабурина? Только группа депутатов, которые видели, что его сейчас расстреляют. Кто спас Хасбулатова-Рудского? Сожил Малатова вместе с другими женщинами-мужчинами, которые не дали возможность остаться один на один представителям президента Ельцина, вместе с этими руководителями Верховного Совета и вице-президентом. Это случайно, что они остались живы. Но, извините, а кто будет речь вести о 147 погибших, официальных и неофициальных более тысячи человек? Поэтому можно сегодня еще раз и еще раз сказать. И депутаты, и не депутаты, а гражданские лица, все они, первое, выполняли свой гражданский долг, и второе, все они жертвы и заслуживают сегодня государственной поддержки и защиты. Спасибо. У меня вопрос к Владимиру Николаевичу. И все-таки считаете ли вы справедливым и законным, что из числа тех лиц, которые исполняли приказ Ельцина о штурме Дома Советов с применением оружия и убивали мирных граждан, до настоящего времени так и не привлечены к уголовной ответственности? И может ли Россия в этом случае считаться правовым государством? Депутат Плигин, включите микрофон. Уважаемый Иван Иванович, уважаемая Ольга Николаевна, вопрос, который вы ставите, конечно же, не может уложиться в те три минуты, о которых мы говорили, но тем не менее, первое. Мне кажется, достаточно жестко, а может быть и неоправданно, заставлять давать сейчас оценку, в том числе, трагедии тех семей, которые потеряли наших людей. Это самый сложный вопрос. Я готов говорить с вами о трагедии конкретных потерь. Трагедии конкретных потерь, трагедии потерь со всех сторон. Хотя вот это, когда говоришь слово со всех сторон, то ты уже начинаешь стороны делить на различные стороны. Весь смысл того, что было принято Государственной Думой 23 февраля 1994 года, заключалось в том, чтобы в целях национального примирения, достижения гражданского мира и согласия, прекратить все уголовные дела, находящиеся в производстве. То есть, таким образом, это было примирение сторон нашего общества. Вот это примирение сторон нашего общества нужно исключительно уважать. Что касается вопросов, еще раз говорю, конкретных семей, конкретных жертв. Кто ушел из жизни? Кто какую точку зрения в то время отстаивал? Этот вопрос общество решали для себя неоднократно. В том числе решало для себя неоднократно и наше российское общество, принимая такие акты, как, например, то есть не наше российское общество, я подчеркиваю, не государство, применяя такие акты, как, например, соглашение о взаимодействии зарубежной церкви и русской православной церкви. Точно такого же рода согласия мы пытаемся достигнуть, когда подписываем соглашение о взаимодействии зарубежного и войска Донского здесь. Точно такой же исторический опыт имеется и в других странах, например, опыт Франции. Поэтому, пожалуйста, вот когда ставите этот вопрос, давайте будем разделять ту боль, которую понесли конкретные семьи, будем с уважением относиться к этой боли, но не будем использовать эту боль для того, чтобы создать еще более сложную боль, которая может возникнуть, если пойти по пути исторического раскола или столь жестких оценок нашего предыдущего, как и давалось сегодня в выступлении. Спасибо. Спасибо. Дегтярев Михаил Владимирович. Уважаемый Владимир Николаевич, я напомню, что в 1993-м только благодаря агитации ЛДПР принята нынешняя конституция, да и на выборах мы тогда победили, нам это приятно, но мы все же за объективные оценки. Вы утверждаете в заключении, что президент, хоть и осуществляет руководство Следственным комитетом, не может дать поручение комитету провести расследование. Но ведь у нас сегодня то манежка, то погром на рынке, мы видим в телевидении, что президент раздает поручение всем. А дать по вашему поручению расследовать расстрел парламента он не может. А ведь единства в оценках действительно нет до сих пор. К примеру, участник либеральной тусовки Немцов называл Ельцина царь Бориса, а сегодня яро критикует Путина. Поэтому вопрос, кто, по-вашему, может сегодня дать поручение Следственному комитету провести расследование тех событий 20-летней давности, да и любых других, если народ и парламент попросят? Депутат Плигин, включите микрофон. Уважаемый Михаил Владимирович, прежде всего решение по этим событиям уже принято. Я бы хотел обратить на это внимание еще один раз. Было принято несколько постановлений Государственной Думы при активном участии, я здесь с вами соглашаюсь, фракции ЛДПР, которая в том числе способствовала достижению гражданского мира и согласия. И это было, в частности, в этой связи я цитировал часть речи Владимира Вольфовича Жириновского. То есть, таким образом, по событиям решение принято возвращаться в том ключе, который предлагается в настоящее время, а именно в рамках уголовно-процессуальных процедур. К этому мы не должны, не имеем права, эти решения приняты. Что касается возбуждения уголовного дела, этот вопрос абсолютно предметно урегулирован действующим уголовно-процессуальным законодательством, Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. Спасибо. Спасибо. Валерий Фернест Абдулович. У меня вопрос к докладчику. Как уже отмечалось сегодня, уголовные дела были прекращены в связи с актом амнистии по постановлению Государственного Нума 23 февраля 1994 года. И все фигуранты этих дел согласились с прекращением дела за исключением генерала Варенникова, который обжаловал это постановление в суд и был оправдан. Уголовно-процессуальный законодательство предусматривает конкретные основания и порядок обжалования состоящегося в постановлении. Почему вы вместо использования правовых инструментов пытаетесь обойтись политическими заявлениями? Депутат Хуликов, включите микрофон. Ну, я полагаю, что сегодняшняя тема и, собственно, текст доклада и нашего проекта затрагивает и участников событий в сентябре-октябре 1993 года. И если они говорили, не ГКЧП, хотя, собственно, я уже просто упомянул в докладе, что освободили от уголовной ответственности эту категорию людей, так вот, если они говорят, то вам нужно сказать, что за 20 лет не только тех, кто действительно реально попытался использовать систему права, законов, правосудия в Российской Федерации с тем, чтобы восстановить свое доброе имя, чтобы хотя бы в части компенсировать нанесенные имущественные, я уж не говорю о моральном ущербе, у них ничего не получилось. Они не смогли ни одного иска выиграть. И это касается, повторяю, в том числе и в отношении тех людей, чьи дети, родственники, близкие погибли, защищая законно избранные органы власти, защищая Конституцию. Безусловно, анализ всех документов, которые были сформированы двумя комиссиями, Думы второго созыва, дает все основания, а они, кстати, если вы внимательно слушали, одна из задач комиссии было исследование положения семей погибших и раненых и изувеченных, дает все основания нам помочь сегодня решить проблему на уровне власти Российской Федерации, приняв соответствующие нормативные документы, дав соответствующие поручения следственным органам Генеральной прокуратуры и правительству Российской Федерации. Это действительно реальный инструмент и рычаг, возможно, единственный для защиты этих людей и оказания им помощи со стороны государства. Спасибо. Спасибо. Гришневикова Анатолий Николаевич. Спасибо. Вопрос к Плигину Владимиру Николаевичу. Будучи депутатом расстрелянного парламента, я выступал и выступаю полностью за политическую и правовую реабилитацию защитников Конституции. Владимир Николаевич, вопрос простой. Почему вы против? Вы же должны видеть, что после расстрела парламента, вернее, сам расстрел парламента способствовал грабительской приватизации, открыл дорогу масштабной коррупции, огромному количеству фальсификаций на выборах. Во многом именно расстрел парламента формализовал институт разделения властей. И мне кажется, чтобы наше общество, народ научилось уважать власть, необходимо как раз реабилитировать всех защитников Конституции в то время, потому что они выступали не просто из гражданских побуждений, а после того, как Конституционный суд осудил президента и указ 1.400. Поэтому я считаю, что данное постановление необходимо принимать, и у вас нет причин не принимать его. Депутат Плехин, включите микрофон. Уважаемый Анатолий Николаевич, уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, вы в данной ситуации выступаете как участник событий, и поэтому при ответе на этот вопрос, участник событий, и я не знаю обстоятельства, которые возникали лично вокруг вас, поэтому я буду в некоторой степени осторожнее к этому относиться. Почему? Потому что это в том числе и ваша личная боль. И каждый из нас может разделить эту боль, в том числе вашу личную боль по состоявшимся событиям, но тем не менее мы должны исходить из задач, связанных с развитием страны. Страна нашла в себе силы преодолеть этот период. Страна нашла в себе силы, в том числе Государственная Дума, принять соответствующие решения. Именно принятые решения, которые позволили сохранить согласия, которые начали способствовать стабильному развитию государства, принятие Конституции России в 1993 году, Конституции, которая явилась документом политического согласия и документом политической стабильности, создали условия для поступательного развития, я думаю, вы это отрицать не будете, российского государства в течение последнего периода. В том числе, в частности, обеспечили и нормальную работу парламента, которому исполнится 20 лет, и современной Государственной Думы 6-го созыва. Несомненно, что у каждого человека, в том числе и у вас, останется боль. Вы имеете право на эту боль, но вместе с тем общество, если они хотят думать о своем будущем, должны соглашаться, принимать эту боль и делать следующий шаг. Этот шаг может быть очень болезненным, но это должен быть следующий шаг. Это не может быть бесконечное возвращение к переоценке того, что уже было оценено. Еще раз, я, если позволит время, хотел бы привести эту цитату, цитату Владимира Вольфовича Жириновского, которая действительно мне понравилась. «Государственная Дума защищает права любого гражданина, освобождая его в данном случае от тех политических разборок, в которых никто не виноват, а смысл уголовных дел заключается в том, чтобы привлечь кого-то к ответственности, установить субъект этого правонарушения». Александр Дмитриевич уже в своем выступлении начал отходить от текста обращения, концентрируясь на компенсациях конкретным жертвам… Добавьте полминуты. Концентрируясь на компенсации конкретным жертвам тех событий или, по крайней мере, тем людям, которые обозначаются как жертвы. Это несколько иная ситуация, несколько иная постановка вопроса, которая, конечно же, к данному обращению имеет отношение, но все же таки опосредованное. Спасибо. Спасибо, уважаемые коллеги. Переходим к выступлению представителей фракции. От фракции КПРФ поступает депутат Никитичук Иван Игнатьевич. С места включите микрофон. Спасибо, Иван Иванович. Уважаемые коллеги, тяжелейший вопрос. И мне, как в какой-то мере и свидетелю, и участнику тех событий особенно тяжело говорить сегодня. Вы знаете, иногда закрываешь глаза и видишь, как убивают дубинками доблестный ОМОН ветерана войны на Смоленской площади 2 октября 1993 года. Человек воевал, защищал страну, а погиб не на фронте, а погиб от рук своих же, своих граждан. Вы знаете, на улицы вышли ведь 2-го, 3-го октября ни бандиты, ни какие-то экстремисты. Вот я один из тех, кто принимал участие 3-го октября в освобождении Белого дома. Можно меня обвинить в бандитизме или экстремизме? По-моему, нет. Мы пытались честно договариваться с заслонами, а их было 4, для того, чтобы нас пропустили к Дому Советов. Но когда не удавалось договариваться, тогда, естественно, приходилось это делать силой, прорывать эти заслоны и идти освобождать тех людей, которые были в Доме Советов. Скажите, что мы можем сказать вот детям этого ветерана, который погиб? Кто перед детьми этого ветерана извинится? Разве они этого не заслужили? Скажите, кто извинится перед матерями тех комсомольцев, ребят молодых, по 15-16 лет, которых 3-го октября перед Белым домом, сидящих у костра, расстреляли из... 4-го октября расстреляли из автоматического оружия. Кто вернет матерям детей их? Кто перед ними извинится, по крайней мере? Я хочу сказать, безвинный человек, вот мой однокашник, инженер ядерного центра «АзамА-16», оказался в это время в Белом доме. 4-го октября его вывели во двор, сломали все, что можно было человеку сломать, били ногами всем, чем угодно, бросили в автобус вместе с мертвыми, и только благодаря тому, что кто-то обнаружил, что этот человек еще дышит, два месяца лежал в гипсе человек. Кто перед ним извинится? Можно, уважаемые коллеги, я вот слушаю, можно красиво, закругло говорить и округло говорить, что, дескать, все приняты решения, все, так сказать, мир. Владимир Николаевич, дорогой, уважаемый, мы не против, мы не выступаем за нарушение мира в обществе, в России, конечно, России нужно спокойствие, нужно развиваться, нужно делать так, чтобы люди лучше жили. Но мое глубокое убеждение, что России нужна еще и справедливость. Тех, кто стрелял в людей, тех, кто издевался над людьми в эти дни, они должны понести наказание. Должны, обязательно должны. И если этого не будет сделано, эта заноза так и будет торчать в теле и страны, и нашего общества. Мы обязаны эту занозу вытащить. А для этого нужно не просто, не только реабилитировать, кто был незаконно репрессирован, так сказать, но и извиниться перед этими людьми, у которых была единственная цель, единственная задача защитить власть законную, не дать, так сказать, захватчикам захватить силовым образом власть и потом издеваться над страной, как уже правильно кто-то здесь, задавая вопрос, отмечал. Мне кажется, каждый депутат, у которого есть совесть, понимание справедливости, для которого дорогое это чувство, обязательно должен проголосовать за это постановление. Спасибо. Спасибо. От факции ЛДПР выступает Владимир Больфович Жириновский. Мы поддержим данное постановление. И выступаю я, потому что фракция ЛДПР самая молодая в Государственной Думе, все шесть созывов, и они просто в школу ходили еще, когда-то события происходили. Очень трудно добиться согласия. Очень трудно. Особенно в нашей стране. Вот я утром выступал уже, ведь вопрос-то был простой, борьба с террором. И сейчас мне подсказали, что следствие показало, что она села в Махачкале и документы не проверили. В нарушении всех правил. Если бы там проверили документы, что обязывают сегодня всех, в Волгограде бы знали, что в автобусе едет террористка. Она еще не террористка, но в списках. Все, не было бы теракта. Его бы остановили до подхода в Волгоградскую область. Так кто виноват? Жириновский или полиция, ФСБ и все остальные, так сказать, и администрация города Махачкалы. И я бы сказал в поединке, давайте прекратим автобусное сообщение. Раз не можем контролировать, прекратить. Никаких автобусов. В поезде патрули могут контролировать. Самолет. Автобусы идут. Кстати, и рабов туда везут, тоже автобусами. И автостанция, известно, Мымрина, на Калужской дороге. Ведь все известно. Чего мер не принимают? А потом легко на депутата напасть. Что он там говорит, то другое третье. Порядок наводите. Так и здесь вот. Сложнейший период был. Значит, я хотел бы, чтобы мы к какой-то подошли объективности. Вот, Владимир Николаевич, здесь я выступал с проектом документа акт исторического примирения. Я вот это имел в виду. Но когда-то мы должны договориться. Еще раз, уже в политическом акте, всех простить за всю историю России. И за все периоды. Потому что каждая партия может... Мы на Мымер будем всегда требовать наказания тех, кто у нас незаконно отстранил от выборов в 99-й год. Нас. Готовили против Лужкова-Примакова, ударили по нам. Нужен акт такой. Ну, не прошел он. Кстати, и коммунисты голосовали против. Сейчас они хотят вернуться к каким-то событиям. Но вот никто не поддерживает. Мне бы хотелось все-таки, чтобы и была объективность тех постановлений, которые вы причисляли, Владимир Николаевич. Мы не просто поддерживали в зале. Мы были авторами. Там было несколько амнистий. Несколько авторов. Но ту, которую приняли, чисто политическое. Это были авторами мы. Я не говорю про себя лично. Фракция ЛДПР. Я прошу это из архивов поднять, чтобы один представитель Единой России начинает говорить, что это партия пресс была автором. Слушайте, Шахрай даже говорит, что мы авторы. А он начинает вспоминать про какую-то пресс-партию. Но докладчик в чём прав? Что если мы действительно считаем переворотом события октября 93-го года, правильно, но тогда переворот и декабрь 91-го года ещё более страшный. Здесь хоть не стали делить страну. А тогда страну ещё поделили. Нужна объективность. Давайте считать, если государственный переворот 3-4 октября 93-го, то это продолжение государственного переворота декабрь 91-го. И тогда, соответственно, мы должны вернуться и октябрь 17-го года. И вот для ЛДПР мы всегда в центре. В данном случае 20 лет назад. Левые все говорили, никакой амнистии расследовать, наказать. Правильно. Правые все партии говорили, тоже расследовать, наказать левых, поскольку они с их точки зрения виноваты. Мы в центре были. Тогда не было про Кремлёвской партии никакой. И мы сказали, что выход один, всех простить. И здесь прав судокладчик Владимир Николаевич, что амнистия объявлена для всех была. Мы актом амнистии простили и выпустили из тюрьмы не только тех, кто сидел в матросской тишине, но и всех, в отношении которых были заведены уголовные дела. И нельзя заводить больше те уголовные дела, ибо по тем событиям всё было, так сказать, воплощено этим актом. Это и был акт гуманизма. И если бы пойти по пути, то, что предлагают левые, то до сих пор бы в тюрьме сидели Балукьянов, Ачалов, Хасбулатов, Кручков. Они бы умерли там. 20 лет им там не просидели. А расследование длилось бы десятилетиями. Как доказать, кто прав, кто виноват? Конечно, те, кто избивал депутатов или сотрудников аппарата, ну разве не сами делали? Им дали приказ? А сколько просто расстреляли? Эта цифра, я считаю, неправильная, 147 человек. 145. 5 тысяч было. Вот с этой цифрой я согласен. Ибо очевидцы рассказывали. Возили день и ночь баржами через Москва-реку. Увозили за пределы Москвы. 140 человек нетрудно было и в морд даже, так сказать, направить. Но в данном случае всё-таки я бы хотел привести пример. Как давайте оценивать в истории кто прав, кто виноват. Давайте метод универсальный с вами утвердим. Я считаю, что мы никогда не договоримся. Октябрь 17-го, декабрь 91-го, октябрь 93-го. Давайте принцип. У кого больше жертв? Всё. Октябрь 17-го у большевиков больше жертв. Декабрь 91-го и октябрь 93-го года у Ельцина больше жертв. Всё. Виноваты и большевики за 17-й год, и Ельцин за 91-й и за 93-й. Потому что такого количества жертв. Вот принцип, мне кажется, виновности. Чем больше жертв в результате действий той или иной политической силы, эта сила виновата. Партия это, или президент, или какая-то команда, или министр. Потому что граждане не виноваты. Но не забывайте ещё и то, что были прямые призывы к насилию со стороны Гайдара. А ему памятник поставили. Институт его имени. Он же выступил по телевидению. Он вечером 4-го октября призывал людей выйти на улицы. Дали оружие. Актриса Ахиджакова кричала раздавить эту гадину. Она продолжает играть в театрах, её ещё где-то приглашают. А Явлинский что сказал? Расстреливать. И этот кандидат этой партии получает поддержку москвичей через 20 лет. Он предлагал расстреливать. Это же вообще у нас вне правовой оценки политической. Тот вопрос мы закрыли амнистией. А почему не осудить было Гайдара пока был жив, а Ахиджакова и Явлинский и сейчас живы. Сегодня мы пытаемся наказывать за призывы к массовым беспорядкам в интернете. А разве тогда это разрешалось такие призывы, которые были? А разве не новатор руководители каналов, которые дали возможность выступить? Поэтому это большая проблема. И здесь я всё-таки призываю на каком-то этапе подписать акт исторического примирения. И в поддержку этого постановления если нельзя наказывать, давайте действительно окажем материальную поддержку тем, кто пострадал. Рядовые, сотрудники, аппарат. Деньги же есть у страны. Спасибо, Владимир Вольфович. От фракции «Единая Россия» выступает Владимир Александрович Паневерский. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, фракция поддерживает решение и заключение комитета, согласно которым рекомендован к отклонению рассматриваемый проект постановления и проект соответствующего обращения к президенту Российской Федерации. Данная позиция основана на том, что внесённые группы депутатов Государственной Думы предложения не соответствуют Конституции Российской Федерации и действующему законодательству Российской Федерации. Представленный к рассмотрению проект обращения по существу предполагает возвращение к обсуждению того вопроса, который Государственная Дума уже решён и который не подлежит отмене. 23 февраля 1994 года Государственная Дума в соответствии с пунктом Е части 1 статьи 103 Конституции Российской Федерации приняла постановление об объявлении амнистии. Согласно данному постановлению прекращены уголовные дела в отношении лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за участие в событиях 21 сентября 4 октября 1993 года в городе Москве. Таким образом, Государственная Дума реализовала свои конституционные полномочия и приняла решение в объявлении амнистии. Предложение о проведении расследований по событиям октября 1993 года предполагает возобновление прекращенных или возбуждение новых уголовных дел, то есть фактически означает отмену ранее принятого решения об амнистии, что не соответствует Конституции Российской Федерации, поскольку соответствующим полномочиям Государственная Дума не обладает, амнистия не может быть отменена. По этой же причине объявления амнистии не могут быть применены те положения Уголовно-профессионального кодекса Российской Федерации, которые определяют основание возникновения права на реабилитацию, поскольку в части 4 статьи 133 УПК Российской Федерации установлено, что ее положение не распространяется на случай издания акта об амнистии. Что еще предлагается? Обратиться к президенту Российской Федерации с предложением дать поручение председателю Следственного комитета Российской Федерации провести расследование по событиям 21 сентября 5 октября 1993 года. Фактически это означает вовлечение главы государства в осуществление процессуальных действий, что не соответствует требованиям уголовно-профессионального законодательства. Президент Российской Федерации осуществляет руководство деятельностью Следственного комитета Российской Федерации, но не является, как уже говорил Владимир Николаевич, участником уголовного процесса. Кроме того, предлагается дать поручение правительству Российской Федерации и генеральному прокурору Российской Федерации осуществить комплекс мер, направленных на политическую и правовую реабилитацию граждан, пострадавших в результате указанных событий. Это предложение не согласуется ни с федеральным конституционным законом правительства Российской Федерации, ни с федеральным законом о прокуратуре Российской Федерации, которыми не предусмотрено таких полномочий. Следует учитывать также, что для осуществления каких-либо мер необходимо, чтобы меры, подлежащие реализации, были определены и утверждены. Такие меры не определены и не могут быть определены, поскольку, как уже отмечалось в Государственной Думе, принято иное решение министрировать всех участников в событиях октября 1993 года. Таким образом, представленные в проекте постановления Госдумы и проекте обращения предложений не соответствуют Конституции Российской Федерации и законодательству Российской Федерации и не могут быть поддержаны. От фракции «Справедливая Россия» выступает Светлана Петровна Горячева. С места включите микрофон. Большое спасибо. Уважаемые депутаты, «Справедливая Россия» приняла решение голосовать свободно. Я по нравственным соображениям проголосую «за», потому что не могу предать тех, кто в 2003 году по зову сердца защищал Белый дом, кого из народных депутатов с начала 11 суток держали без света, воды, куска хлеба, за колючей проволокой, а затем семь часов расстреливали. Напомню также и то, что всем, кто трусливо ушел оттуда, выдавали двухмиллионные пособия и высокие должности. Это тоже правда. И еще скажу, вот все в проекте обращения написано вроде правильно, но почему не избавляешься все же от ощущения, что это больше формальная дань к 20-летней дате? Ведь во втором созыве у фракции Компартии Российской Федерации было фактическое большинство в Государственной Думе. И тогда можно было принять и это, и другое, и много каких решений. К сожалению, тогда почему-то политической воли не было. Вот я задавала вам, Александр Дмитриевич, вопрос, насколько же в этом зале находятся депутатов, которых расстреляли в Белом доме? Вы крутили как уж на сковородке, так на вопрос этот мне и не ответив. А я вам скажу, три человека, это два члена вашей фракции, Алексей Пономарев, депутат Государственной Думы этого созыва, Сергей Ришульский и Светлана Петровна Горячева, я, собственно, персоной. И, конечно, мы тогда находились в Белом доме в труднейшем положении. Вот представьте себе указ 1400. После этого решение конституционного суда о неконституционности указа вот этого номера 1400. И что мы должны были делать? Мы должны были бросить наши мандаты, забыв о том, что их доверял нам народ и задрав штаны побежать по своим субъектам федерации. Я помню, когда мы вышли из Белого дома, там я находилась до самого момента расстрела и в момент расстрела, там я приняла православное крещение, потом мы зашли, прячась от пуль в какой-то дом, и там мужчина, в котором, кстати, в доме которого был когда-то штаб по защите Бориса Ельцина в 91-м году, он нас принял и он сказал, я смотрел, как вас обнесли колючей проволокой, как вас держали униженно без воды, света и тепла, и я понял, что если бы вы трусливо ушли, тогда с нами могли бы сделать то же самое. Поэтому это был наш нравственный долг тогда вот стоять до конца. Это для того, чтобы было понятно, ну, мотивы. Вот. Ну, почему же все же нет наших фамилий, депутатов вот на обращение. А потому что, например, ко мне никто даже не обратился. Может быть, я чуть по-другому бы, но и смогла подписать, если бы были там чуть-чуть другие формулировки. Поэтому это вот больше такой формальный подход, желание, так скажем, ну, простите, может быть, поплясать еще на костях. Это мне совсем не нравится. По сути же, мы много раз в этом зале поднимали вопросы, вот те, которые сегодня тоже звучат и в обращении. И понятно всем, и левым, и правым, и центристам, что сегодня нет политической воли на то, чтобы осуществить, прежде всего, политическую реабилитацию. Но я хочу сказать о другом. А нужна ли она мне, например, как депутату, которого расстреливали? Я думаю, что совсем главное другое, то, что мы реабилитированы уже своим собственным народом. Вот. И за 20 лет своей депутатской деятельности я не услышала ни от одного простого человека, ни от одного избирателя, ни одного слова упрека от того, что я осталась в Белом доме и там меня расстреливали. Там, наоборот, чаще говорят другое. Спасибо вам, мы понимаем, почему вы там находились. Вот это главное. Ну, а лай нашей либерасти высокомерной мы как-нибудь уже переживем. Как говорится, собака лает, караван идет. Но все же, вот хочу сказать главное, почему же всем думающим людям после всех этих событий и так уже ясно, что происходило. Не знаю, какие-то нужны еще расследования. Ведь вот эта чудовищная ложь в те годы СМИ о том, что депутаты мешают реформаторам, а счастливить Россию после расстрела быстро рассеялись. И беспрецедентное разграбление страны с одной стороны и нищенство, беспросветность и бесправие большинства населения с другой стороны стали лучшими нашими агитаторами. И разочарование граждан по этому вопросу совсем не испарилось и не прошло. И люди знают, где правда, а где нет. И может быть, вот наш главный долг сегодня, как политиков, об этом я скажу, любящих свою страну, это более решительно пресекать сегодняшние ошибки власти и прежде всего нашего правительства малокомпетентного, а их пруд пруди, этих ошибок. И мы должны пока не поздно на этом концентрировать наши усилия и, может быть, вместе этим заниматься. Забыл о политических пристрастиях, потому что я была светом разрушения Советского Союза, дай Бог, чтобы нам не подойти к разрушению нашей великой России. Вот этого нам уже никто не простит. И последнее. Есть известная мудрость. Суд людей призрачен, а суд истории вечен. В истории мы уже реабилитированы своим собственным народом. Для меня, например, это самое главное. А реабилитация официальной власти это только дело времени. И если я ее сегодня не дождусь как расстрелянный депутат, то мои потомки все равно узнают правду и я знаю, что им за меня краснеть не придется. Вот это самое главное. Спасибо за внимание. Спасибо. Гарри Владимирович, будете выступать? Александр Юрьевич? Нет. Александр Митлевич, пожалуйста, вам слово. Микрофон включите. Александр Митлевич Куликов. Спасибо, Сергей Юрьевич. Спасибо. Спасибо, коллеги, за обсуждение, поставленные вопросы. Я попытаюсь на некоторые ответить сейчас. Представитель фракции Единая Россия, коллега Паневешский, задал ряд, вернее, отметил ряд, поставил ряд акцентов в своем выступлении. Значит, первое, по проекту постановления об амнистии. Это относится как раз к той ситуации, толкование и трактовка вот этого пункта, когда казнить нельзя помиловать. Вернее, казнить нельзя помиловать. Если вы внимательно прочитаете, в том числе и коллеги депутаты, о чем говорится в этом постановлении, а я прочитаю его, прекратить все уголовные дела, находящиеся в производстве следователей, и дела, не рассмотренные судами в отношении лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, и дали внимание за участие в событиях 21 сентября-4 октября 1993 года в Москве и противодействие связанных с созданием указа президента Российской Федерации 2.0 и противодействие и реализация независимой от квалификации действий по статьям уголовного кодекса. Она однозначно говорит, что амнистия распространялась только на лиц и рассматривала только ту категорию лиц, которая противодействовала указу. А вот та сторона, которая выполняла этот указ, которая выполняла приказы в рамках этого указа по произволу, по расстрелу, по убийству, она не охватывалась, не входила и в принципе не рассматривалась в Государственной Думе и в этом постановлении. Больше того, полностью вот эта сторона была выведена из возможности оценки, правовой оценки следственными органами, следовательной генеральной прокуратуры в рамках возбужденных уголовных дел. И мы как раз в своем постановлении и говорим о необходимости дачи им правовой оценки. Второе. Коллеги выступали и вели речь о том, что 23 февраля 1993 года при обсуждении проекта об амнистии принимался одновременно и ряд других нормативных документов, связанных с амнистиями в честь Конституции Российской Федерации и так далее. Но вы забываете сказать нашему сегодняшнему нашей палате о том, что все эти документы принимались пакетом. Почему? Потому что был еще один вопрос, который Государственная Дума тогда в тот день сняла с рассмотрения. А именно вопрос о создании комиссии по проверке обстоятельств с сентября-октября 1993 года. Его выкинули тогда. И поэтому пакет был принят иного рода, нежели чем тот, который готовили в том числе и коммунисты. А мы тогда уже ставили вопрос о расследовании этих событий. И поэтому упрекает нас сегодня в том, что мы пошли вынуждены на подписание иного пакета нельзя. В данном случае, повторяю, мы свою тогда миссию выполнили наши товарищи. И мы должны быть благодарны за это. Так же, как благодарны и Думе второго созыва, которая, несмотря на то, что пакет принимала Дума первого созыва, вновь создала эту комиссию. И смотрите, какие вопросы она ставила. Добавьте полминуты, завершайте, пожалуйста. Спасибо. О проверке обстоятельств, о семьях погибших, о виновных и так далее, и так далее. Поэтому наш долг сегодня поддержать этот проект постановления, поддержать наших предшественников и выполнить те постановления Государственной Думы, которые были приняты во втором созыве. Спасибо. Спасибо. Владимир Николаевич Плигин, микрофон. Уважаемый Сергей Венчу, уважаемые коллеги. Прежде всего, с огромным вниманием слушал речь Светланы Петровны Горячевой, потому что она имеет полное право на эту речь. И мне кажется, что наиболее яркое определение этому обращению, которое мы рассматриваем сегодня, дано именно термином «дань», «дань событиям». В рамках выступления Александр Мишин действительно начал отступать от идеи, собственно говоря, обращения. Он останавливался уже скорее на идее компенсации возможным участникам этих событий и возможным жертвам этих событий. Но в то же время в своей основной речи, которую он произнес, он значительно более обострил целый ряд вопросов и, с моей точки зрения, дал совершенно неоправданные оценки целому ряду участников политических событий того периода. В обращении не затрагиваются события в комплексе, идет концентрация вокруг событий, связанных с Белым домом, но не останавливаются на анализе событий, которые были в других районах города Москвы, в частности, в Останкино. Несомненно, что события стали возможны и в связи с недостаточно последовательным конституционным решением разделения властей, что в дальнейшем было исправлено при подготовке к конституции 1993 года, которая обеспечивает стабильное развитие нашего государства. То есть, этот вопрос в дальнейшем конституционно был решен. Уважаемые коллеги, мы слишком вольно пользуемся цифрами, слишком неуважительно относимся в частности к тем, кто расследовал эти события. Я лично знаком с руководителем бригады, расследовавшей события, человеком крайне независимым. Не буду называть фамилию этого следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры. Я думаю, что вы с ним встречались в рамках своей фракции. И поверьте, пожалуйста, что никаких оснований ставить вопрос о недоверии цифрам, которые приводились, хотя, когда говоришь слово цифры о жертвах, это неправильное слово, но тем не менее, не стоит искажать события и давать искаженные впечатления о том, что происходило. В частности, совершенно неоправданно произносить какие-то другие цифры, которые касаются жертв. Это недопустимо с моей точки зрения в рамках заседания Государственной Думы. Спасибо большое за подробное обсуждение темы. Предлагаем отказаться от того, чтобы поддерживать данный текст обращения. Спасибо. Спасибо. Выносим на час голосование. Объявляю перерыв до 12.30. Спасибо. 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 Спасибо.